Не первый раз журналисты телеканала сдают кровь. Также в числе предстоянных доноров члены общественной палаты. Общественники принимают участие не только в акциях, они регулярно сдают кровь, понимая, что это может спасти жизнь многим людям. Мы считаем, что это очень важно сегодня в наше время, сдавать кровь, потому что мы не усвоим это повторять, даже одна капля крови может спасти жизнь. В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия». Кровь и ее компоненты – ценный материал, который может понадобиться каждому из нас в любую минуту. Именно поэтому донорское движение развивается и растет. Мы можем сделать что-то такое большое, полезное для каждого из нас, для нашего родного села, города, поселка, района. И поэтому надо всем вместе и творить все вот эти благие дела. Общество матерей детей-инвалидов тоже приняли участие в «Едином дне донора». Кто, как не они, понимает, насколько важно быть отзывчивым и помогать в трудную минуту. Далеко не всем удалось сдать кровь. Низкие показатели гемоглобина стали отводом от кровоотдачи. Мамочки пообещали, что займутся своим здоровьем, и как только гемоглобин будет в норме, обязательно придут в отделение переливания крови. Мы решили прийти сдать кровь с нашими мамочками для того, чтобы поддержать и кому-то помочь. Мы знаем, что это такое, как она ценится и как она нужна всем. Кстати, те, кто не успел сдать кровь в «Единый день донора», могут прийти в любой вторник или четверг с 9 до 12 в отделение переливания крови. Перед тем, как сдать кровь, необходимо заполнить анкету донора, измерить гемоглобин и давление. И только потом можно отправляться в процедурный кабинет. Для того, чтобы вашу кровь однозначно приняли, нужно соблюдать памятку донора. Район растет, население увеличивается, слава богу. Даже мы можем по таким показателям, как деторождение, у нас одно из высоких показателей. Родом работает, соответственно, и необходимость крови тоже увеличивается. После сдачи крови медицинский персонал предложил каждому чашку сладкого чая или кофе с печеньями и конфетами. Участники акции за столом активно обсуждали перспективы развития донорского движения в районе. С возрастом количество онкологических заболеваний, естественно, увеличивается, да, у возрастных контингентов. Им необходимо заместить терапию в виде переливания крови. Вот, в принципе, сегодняшняя акция, это мероприятие, прежде всего, было направлено для этого контингента. Потому что дать им качественно полгода пожить с хорошими молодыми элитроцитами, благодаря нашим замечательным донорам, ну, это вот большое дело. В нашем районе 240 почетных доноров. Это люди, которые безвозмездно сдали кровь 40 раз или плазму 60 и более раз. Знак «Почетный донор» в скором времени будет вручен еще двум жителям Одинцова. Мария Шматкова, Дарья Сутягина, Екатерина Крамер, Алексей Орлов. Телекомпания Одинцова.